Всем привет! Сегодня у нас 6 посылок из магазина GD. Давайте распакуем их и посмотрим, что же нам сегодня пришло. Напомню, что очень много идёт разных посылок из магазина GD. На распродаже действительно много чего закупил у них. В общем, давайте смотреть, что нам тут поприходило. Вот, это первое. Что это у нас такое? Ага, это штука. Сюда можно ложить вещи для стиралки. Мы, я так понимаю, это оно, да, но оно очень маленькое. То есть, я не знаю, какие. Я думал, будет намного больше. Вот такая вот сетка. Здесь вставка пластиковая в крышке. Я их купил несколько штук. Вот, пришла только одна пока. Вот они с двух сторон такие выгибаются. Ну, в принципе, можно не только вещи стирать в стиральной машинке, в этом мешочке, в сундучке. Но и, допустим, хранить какие-то вещи здесь можно, как в корзинке. Ложите в корзинку, допустим, и для компактности положили в шкаф. Ну, допустим. Вот, прикольная штука. Идёт она вот в таком вот пакете. Откладываем. Далее, перчатки. Перчатки, я думаю, как бы уже планировал когда-то. Хотел в перчатках снимать обзоры, но потом как-то так и не дошло до этого дела. Но перчатки я всё равно вот купил. Вот, и мне кажется, что здесь либо оно так загнулось. Ага, загнулось. Я думал, на одну руку всё. В одну сторону. То есть, они универсальны. Можно и на левую, и на правую руку перчатку эту одеть. Давайте посмотрим. Посмотрим. Немножко швы расходятся. Такие, туговатые они для моей руки. Вот. Ну. Вот так прикольненько. Пишите в комментариях, снимать обзоры в перчатках, чтобы от рук. У меня тут на руках есть небольшие раны, там шрамы. И если вам интереснее, чтобы я в перчатках снимал, буду снимать в перчатках. Хотя, я думаю, что кому нужны мои руки. Вот такие вот прикольные перчатки. Немного туговато они зашли. Ну, мне кажется, что из-за того, что новые. Но размер ко мне подошёл. Они тянутся немножко, то есть, и на чуть-чуть больше руку подойдут. Но вот пальцы я не думаю. То есть, если у кого-то плотные, пальцы вот плохо тянутся. То есть, ладошка. То есть, либо если рука больше, то придётся обрезать пальцы. Вот. Откладываем. Пойдём дальше. Что вот это такое? Ага, это таблетки для мойки стёкол в автомобиле. Сейчас, где тут наш нож? Вот. Идёт 4 таблетки. Они растворяются в воде. Одна таблетка, по-моему, там на 4 литра. В комплекте идёт 4 таблетки. Ага, 5 таблеток идёт в комплекте. Я думал, 4. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. И якобы, помыв стёкла в машине этой таблеткой, они лучше и дольше будут сохраняться чистыми. Вот так она выглядит. Есть их нельзя. Просто, я так понимаю, какой-то сухой шампунь или ещё что-то просто в виде таблеточки. Откладываем. Вот это вот чехол. Я уже не помню, для кого он был заказан. Мофи, наверное, для себя всё-таки заказывал. Потому что он, похож, вырез у него как для Mi 6. Ну ладно, если вспомню, покажу. В общем, вот так выглядит. Мофи классный чехольчик. Но вот эта вот кнопка отвалилась у моей жены. Зелёный я такой и покупал для Redmi 4X. Отвалилась вот эта кнопка. Кстати, это может быть и для её Redmi 4X. Но там, по-моему, камера по-другому расположена. Ну, проверим, посмотрим. Пластик хороший. Ну, у жены отвалилась быстро кнопка, буквально за месяц. Вот здесь отвалился кусок пластика. То есть, если его пару раз уронить, вот такие вот чехлы, они просто рассыпаются. Вот, поэтому, если их покупать, то, ну, надолго, если вы хотите. Если красиво, то можно брать. Ну, они действительно красивые, приятные на ощупь, всё. Но они непрактичные, потому что при малейшем падении они трескаются, рассыпаются. То есть, и у нас последнее... А, нет, предпоследнее, ещё два товара у нас осталось. Давайте посмотрим. Tempered Glass Film. Я не помню, для какого это телефона. Стёкла, они сыпятся, постоянно ударяются, трескаются. На самом... у меня... А, здесь снизу можно было расстегнуть. У меня на МИ-6 тоже стекло уже треснулось. Но я его не меняю, то есть, оно держится и держится. Но трещина уже есть. Тоже идёт вот такая вот красота. Вот эта жидкость, которая под стекло, там, пустоту заполнять. Здесь у нас салфетки. Всё красиво сделано в такой именно модной коробке. Даже коробку можно на потом оставить. Ну, и давайте посмотрим на стёклышко. Стёклышко, скорее всего, для Redmi 3S бралось. Вот так вот стёклышко выглядит. Всё отлично. Более детально напишу в комментариях. То есть, добавлю ссылку на это стекло, на чехольчик. И там будет по ссылке понятней, наверное, что это я брал. Потому что брал вот этого я давно. И уже не помню, что покупал. Хотя вот перчатки с вот этой сеткой. Это уже перед распродажей J-Dish на я покупал. И оно быстро пришло. Ну, не знаю, там, где 12, может, 15. А это я заказывал, наверное, с месяца полтора назад. Поэтому уже и не помню. Так, и последнее. Вот такой вот универсальный ключик. Маленький. Вот. Брелочек, ключик. Можно носить его с собой. Острое здесь ножик острый, но цепляется вот к перчаточкам. Зубчики тоже вот цепляются. Причём они в два ряда сделаны. То есть, пилить будет удобно. Вот. Ну и здесь разные отверстия. То есть, для маленьких болтиков. Это открывачка. Это я не знаю, что. В общем, можно повесить на ниточку. Можно носить в таком вот чехольчике. Тут ещё у нас какая-то бумажечка. Ага. Бумажечка с нумерацией, что где. И с обратной стороны на китайском написано, какая штука, это что. Она не вскрывается. То есть, только китайский язык. Поэтому нам не дано понять, зачем какая деталька у неё служит. Вот. На этом у меня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok